традиции суббот воскресенье что-то вкусненькое обычно я пеку блины или пироги это не стало ничего печь в магазине купила и сейчас буду запекать в духовочке так посмотрим что там у нас вот какие красивые еще буквально чуть-чуть и будут уже готовы доброе утро девчонки мальчишки наконец-то проснулась дома и очень четко поняла что я примутся скучу что вот эти две комнаты для меня стали полноценным домом в норвегии что я уже вот находясь несколько дней в польше я уже я уже понимаю что я уже хочу домой что мне уже номер отеля это здорово но я хочу домой я хочу свой чайничек и я хочу к своим цветочкам я хочу к своей гермионе да вот они качи что к норвежской воде которую можно пить из-под крана мы настолько здесь привыкли воду пить из-под крана и когда в польше открываю кран оказалось что пить из крана нельзя и нужно покупать эту воду газ газированную негазированную хорошему сервису привыкаешь очень быстро вода из-под крана тот же самый туалет вот у нас в аэропорту он с раковины количество детских комнат вот матери ребенка где можно ребенка перепеленать вот эти мелочи они они очень-очень влияют на комфорт человека что как вы помните купила себе в польше не буду называть еще не запомнил какой называть измеритель давления купила себе вот такие капсулки вот такие и вот такие чтобы мне тут у нас мариуполе была торговая сеть вас в украине на везде было и там эта фирма была и сана она очень найти хорошего качества поэтому в польше когда я увидела знаете вот там практически вся продукция которую на сладости вот эти наши сети наши барнике кросса на здесь же кросса на не пуп только пустые они не с наполнением варенье шоколад здесь вот эти все польше кросса на эту смотришь вот чистящие мощи вот это вот наши знакомые марки все смотришь прямо рели персилы все эти не немножечко и поэтому конечно же взяла вот это даже не знаю что просто взяла это какие-то с коэнзимом 10 это у меня с с ретинолом то есть один взяла ночной одни капсулки другие дневные там такое масло которое быстро впитывается хорошая очень уже проверено мной но я брала какие-то другие были капсулы и еще взяла вот лифт лифтинг сейчас вам достану вот так она выглядит но она прям в ампулах то есть я не знаю что надо погуглить его либо в крем добавлять либо как использовать не знаю помимо вот и саны я взяла себе еще аметист очень давно хотела этот темно-сиреневый камень но в норвегии цены как-то знаете очень кусаются на даже вот эти маленькие камушки а здесь вот два аметистовый браслета я в польше купила они такие видите прям крупные против света не видно против света вам конечно не видно насколько он насыщенный и красивый сейчас поставляем фотографии дело на свет то есть камни какой-то более прозрачный какой-то более мутный и я не буду знать и что-то камень какой-то искусственно выращенный потому что но это не стекло точно не были что камень сусом выращены потому что цена искусственно выращенного этого камня и его натурального который находится вроде одинаково то есть его производство очень трудоемкая затратная поэтому их очень мало производит искусственных этих камней и еще взяла в этом же камне вот такую подвесочку с крылом виде крыла ангела Но она, на фотографии, видите, часть у нее светлая, часть темная, потому что, опять-таки, натуральный камень. И вот у меня подвесочка есть, я не помню, с какого-то камня, с другого. Очень важно, чтобы подвеска была плоской, потому что если вы спите во всем этом, носите не снимая, то какой-то ребристый камень будет вам просто впиваться, будет неудобно. А это вот потом скоро поменяю. Плоская, спать будет удобно очень. И, как вы видите, у меня этот браслет, многие спрашивали, что за браслет? Браслет. Это тигровый глаз. Я уже когда купила, потом уже загуглила, узнала, что это за камень. Мне он просто, знаете, вот лег в руку, очень теплым показался. И понравилась сама окраска этого камня. И были здесь мелкие бусины, крупные бусины. Я уже сама их, видите, слепила вместе, соединила, сделала себе общий браслет. С этих двух я тоже себе сделаю общий браслет, но они такие тяжеленькие, честно говоря. И вот у меня будет, ну, на другой руке, то есть вместо этого буду периодически надевать вот этот, под какой-то, может, наряд, может быть, просто. И вот такой кулачек, подвесочка у меня будет. И еще там был какой-то камень, я не помню, то ли лазурит, то ли какой-то ярко-голубой, с какими-то вскорплениями белыми. Очень красиво. Но экономика должна быть экономной. Я думаю, через полтора месяца я снова буду, или через месяц буду снова туда лететь. Я еще возьму вот два браслета с того камня, тоже сплету себе браслет. Но прям, знаете, что еще? Как еще отличить, что это камень натуральный? То есть, если вот эти камни, они такие теплые, в руку берешь, то этот камень, его особенность, когда вы берете в руку, он не нагревается, как стекляшка. Стекляшка становится очень быстро теплой. А этот камень, вот он холодный. И вы его держите в руках, а вот он такой, ну, дольше, чем стекло, остается прохладным. А давайте, знаете, что мы, может быть, откроем сейчас капсулки эти и ватрем их в лицо. Сейчас мы с вами это сделали. Кофеечка себе заварю. Прям я очень рада оказаться дома. Ой, орхидеи мои там пораспускались вообще. И даже дикий кот у меня распустился. Посмотрите. Вот я сейчас его покажу. Начинает распускаться дикий кот. Это такая прям необычная у него краска. Леопардовая. Малышка вся-вся-вся уже. Вот она полностью цветет. У него все бутончики до единого раскрылись. Хочу сказать, знаете, что у меня, в общем, мне одна подписчица скинула статью и рассказывала, что если орхидеи, что-то с ними не так, где-то болеет, надо воду, которая в вазоне, кинуть туда зубчик чеснока. И он как бы антибактерицидный и все остальное. Я уезжала на три дня. Покидал зубчик чеснока. Захожу. В общем, мутная вода во всех трех поддонах, куда я кидал этот зубчик чеснока. И такой вот душман стоит, что я как бы чеснок не будет разлагаться, не будет бродить, не будет от него запаха. Все вранье проверено лично. Просто вот не делайте этих ошибок. Так, сейчас-сейчас-сейчас подвину еще. Покажу вам. Вот мой красавчик. Азиан Коралл. Вот он, красавчик. Вот он, красавчик. Очень нежно, очень красивый. Я не знаю, как могут быть люди, которые не любят цветы. Я цветы люблю очень. И так, начинаем сейчас мы с вами с ПА-процедуры. Так, я его, честно говоря, сюда надкусываю. Надкусила, выплюла. И теперь начинаем выдавливать. Вот капельку масла. Вот сюда. Это у нас что? Это ночной путь или дневной? А то я так открыла, сразу не глянула даже какую-то. Это у нас... Да, это дневные, дневные посылки. А то думаю, сейчас ночной нанесу и буду ходить. А ночной же он такой более жирный по текстуре должен быть. Почему он ночной? А, кстати, кто помнит, чем ночной отличается от дневного? Мне кажется, ночной просто более жирный. Если у нас там есть девочки какие-то, косметологи или специалисты, которые во всем этом разбираются, подскажите, чем отличается ночная косметика от дневной. Потому что у меня ночной я покупаю, но как-то, знаете... В общем, она у меня, начиная косметика, умирает в шкафчиках ночная косметика. Я всегда забываю ей пользоваться. А потом, когда думаю, днем утром встаю, я... Ну, единственный раз, когда я пользуюсь косметикой, по большому счету, это утром. Утром я просыпаюсь, да, я наношу на лицо сразу, я все это помню. Умываюсь, наношу на шею обязательно. Вот. А, честно говоря, ночную надо просто об этом помнить. Хотя, так, осталась половина капсулки, вот ее прям видно, половинка капсулки. Обратно. Затрамбуем половинку капсулки, потом еще. Если поставить возле раковины, думаю, я ее вспомню вечером. Так, сейчас начну. Сделаю себе обязательно кофеечек. Знаете, вот это вот то, что дома. Родной чайник. Кофеечек с молоком. Ни один отель вам этого не сделает. Да, в отеле вы выйдете в столовую, там, я вам снимала все недавно ролик. Все очень хорошо, но дом есть дом. Пришла я в норму. Честно говоря, нитке нужна расческа. Я смотрела много расчесок, но в конце концов, вот 119 получается самая дорогая. Потому что у этих слишком грубые зубчики. Вот. Это тоже слишком грубые. А вот это вот, они такие тоненькие зубчики, но хорошие. То есть, я думаю, что возьму вот эту расческу, хотя она, конечно, самая дорогая, но волосы у ребенка одни, запасных нет. Поэтому возьму вот эту. Постояла, подумала, а что думать, надо брать. Так, мы с Анечкой сделали срочное фото, потому что-то у нас 60 крон. И тут же на рецепшене мы сделали ксерокопию необходимых нам документов, которые нам для загранпаспорта. Загранпаспорт Анютки, мой загранпаспорт. Сейчас еще пройдемся, прогуляемся. Нам надо купить, посмотреть зарядки на телефон, потому что что-то у нас телефоны перестали заряжать. И вот на кучу техники, у нас всего лишь одна единственная зарядка бы не осталась сзади. Анютке понравилась эта лампа. Все, она прям попала в отдел ламп. Где мой ребенок? И где же мой ребенок? Анютка, а ты где? А она вот уже. Еще мы пришли в магазин, купить они зарядку на телефон. Блочок и зарядку. Зарядка, кстати, у нас шнур аж на 3 метра. Вот, хватит куда угодно достать. Ну что, это все обошлось 429 крон. У меня прям, знаете, такой аж тудок-тудок-тудок. Но это то, что необходимо купить. Поэтому тут уже хочешь, не хочешь, а покупать надо. Дорого-недорого, как говорится. Но нужно было, сейчас в рюкзак сложим все. И в принципе, все, что мы хотели, мы уже приобрели. Мы делали ксерокопии документов, фотографии срочные. Все купили. Еще зайдем в магазин. Анютка хочет, потому что тут до конца лета не так много времени. Я осталась до каникулы. Поэтому она хочет посмотреть красивую какую-то канцелярию. Зайдем еще в канцелярию посмотреть. Мы зашли в магазин рукавилия. Здесь много всего такого для домашнего. И краска для ткани, и все на свете. И Аня, все, Аня тут зависла. А я хочу посмотреть, где у нее были натуральные камни для браслета. Погоди, подойдите, посмотрите. Ну все, игрушки себе подходила. Хочу вам покатить, была в торговом центре. Хорошо, пока люди в кадр не попадают. Теперь мы идем в мини за курочкой, которая по 69. Уж что, мне на голове непонятно. По 69. Надеюсь, что их не разобрали, они еще есть. Ценник есть, а курочки нет, опоздали. Но я слепа, я не увидела, что они на другой гдине просто курочки. Для одной, и вот еще одна. Единой в саду ей будет две курочки. Какая она теплая. Стальгия садика, почему на стальгия садика? Что ее можно принести? Потому что это запах обеда. Можно я ходить издалека? Почему там стальгия садика? Потому что это запах обеда. Помните супчик такой? А, понятно. Аппарат самообслуживания. Все, сейчас будем пробивать все. Две курочки и шампунь. Смотрите, но тем не менее, Аня попросила. Вот такая вот есть раскраска. Могу называть это мандалы, как это называется. Будет дома разрисовывать. У тебя же есть там карандаши, все хватает? Конечно, хватает. А это оттуда, наверное, мобильный телефон. В руку влаживать, он просто будет стоять. Я так думаю. Ты как думаешь, для чего эта рука? Для детей. Аня, для чего ты, как ты думаешь, такие руки? Думаю, что чисто для красоты. Для красоты чисто? Браслеты хранить на них, да, всякие? Ва. Ну вот, конечно же, набрали кучу-кучу всего. Потому что там они что-то еще себе выбирать. Сходила еще, девчонки-мальчишки, в Киеве. Уже у нас 7 часов. Сходила в Киеве, вы думаете, зачем? Сейчас покажу вам. Ну, разрезала его, но тем не менее. Ой, за арбузиком. Вот, смотрите, арбуз. Кто-то говорит, они там резиновые, наверное. Девочки, совсем не резиновые. Сейчас покажу вам еще кусочек. Вот они. Вот такой ведь он. Сладкий-сладкий. Сахарный очень арбузик. Ну, в принципе, беру очень часто в Киеве арбузы. Так, по орхидеям. Сейчас вам еще раз хочу показать их. А, нет, дозавайте, наверное, не про орхидеям. В том году, кто помнит, я покупала себе костюмчик. Вот, сидит, в принципе, хорошо. Но есть в этом костюмчике одна проблема. Сейчас вам покажу, отойду. У него резинка растянулась. И когда я хожу, у меня все это спадает. То есть я не думала, что я настолько похудела. Я думала, что просто растянулась резинка. И здесь шов только вот здесь вот. То есть она везде, в основных местах она бесшовная. Думала, думала, а только нести в ателье. Либо у меня знакома, ну, посоветовала. Она говорит, возьми и продень шнурок. Я говорю, ну, ты понимаешь, чтобы продеть шнурок, это надо сделать много-много дырчик и хаверлочить. Какой-то запасной резинки у меня нет. То есть вроде костюм хороший, фактически новый. Но вот эта резинка, я теперь не знаю, что с ним делать. То есть уже у нас июль, ну, не середина июля, она какого-то шестого, только начало. Но я поняла, что в этом году его ни разу не одевала. Потому что одел один раз, штаны идешь, постоянно смыкаешь, неудобно, естественно. И вот не знаю, что с этим мне теперь делать. И покажу сейчас мои орхидейки. Не знаю, как он, чтобы было видно. Ну, против света, наверное, будет видно плохо. Вот орхидея. Вот орхидея. Сейчас включу свет, стойте. Сейчас включу свет, и будет все видно получше. Нет, лучше не стало. Вот орхидейка. Вот их уже три. Вот он, дикий кот, красавец. Вот белая орхидея, которая была крашеная, которая в том году была синяя. Ну, и вот она, малышечка моя. По планам сегодня, конечно, если хватит у меня сил, сейчас поем арбуза, хотела походить. Но если я поем арбуза, понимаю, что ходить я далеко сильно не похожу. Можно дома включить какую-то активную музыку. Перед, в принципе, перед телевизором 10 тысяч, чтобы было находить. У меня уже 9 тысяч есть. У меня останется там тысячу какую-то по дому, туда-сюда. Думаю, что сделаю очень быстро. И напоследок, вот уже ночь, вечер. Герьмо, она пришла ко мне, и мы с ней лежим. Учитывая, вы знаете, вот нас несколько дней не было, она такая свободолюбивая. Она вообще как бы там на руки особо не идет. То есть ее можно погладить так чуть-чуть, и все, и хватит этого. Вот это она ко мне уже третий день приходит, со мной спит, ложится. И не знаю, то ли ей нравится, то ли она терпит всем вот эти поглаживания. Но урчит себе. Да, герменочка. Нет, ну ли эмоций, гладьте меня. Гермиошечка моя, красотка. Моя охотница, моя добытчица, да. Скажи, ставьте нам лайки, подписывайтесь, да. Все, пока-пока. До новых встреч. Моя красотка.